Приветствую вас, и мужчина может, конечно, полюбить любовницу, вот, может испытывать к ней действительно очень серьезные, сильные чувства, вот, может любить ее также до безумия, но при этом, при этом не надо забывать, что есть семья, и что эта семья, семья мужчины как раз, она его держит, она держит чувством вины, чувством ответственности, чувством долга, может быть даже страхом того, что он может лишиться, если, например, вдруг уйдет из семьи и так далее. Ага, ведь это довольно такой серьезный шаг, очень рискованный шаг для мужчины, для человека в социальном и моральном аспектах, уйти из семьи ради любовника или любовницы, вот. И, собственно говоря, любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к любовнице, это, с упрощения за тавтологию, не означает совершенно того факта, что мужчина обязательно уйдет от своей жены, вот, с упрощениями не означает. Он может её любить, он может любить любовницу, он может любить вас, вот, но при этом жена всё равно будет его держать, при этом жена всё равно будет его держать ответственностью. Именно. Вот. Поэтому данный аспект я хотел бы, чтобы вы обязательно учитывали и так далее. Что вам мог бы я сказать непосредственно по предмету вашей ситуации? Ну во-первых, если вы находитесь на позиции любовницы, как вы говорите, уже больше полугода, соответственно вас что-то заставляет ею быть. Вопрос к вам. Почему вы позволяете себе быть в роли любовницы, почему вы позволяете себе быть не единственной в жизни мужчины? И вот исходя из этих вопросов, как бы слирует и другой вопрос, насколько вы уверены в себе и насколько вы любите себя, а также каковы ваши представления о отношениях и так далее. Вот. Что-то вы любите этого мужчину до безумия, это понятно, но в данном случае надо определить характер вашей любви. Каков он? Вы любите мужчину как? Вот, вы хотите его, например, сделать счастливым, или вы хотите сами счастливым с ним быть? Постарайтесь вот этот момент определить для себя, он на самом деле очень важен, этот момент. Потому что касается он напрямую, напрямую касается он того, как вы себя позиционируете, того, как вы себя оцениваете, того, как вы воспринимаете себя. Если вы человека любите, если вы его именно любите, то, соответственно, ну, я так полагаю, что любя его, вы хотите ему счастлив. А если мужчина не уходит из семьи, значит, получается, что он счастлив только и в семье, и с вами. Так, к сожалению, не бывает. То есть, находясь в семье, и с вами, мужчина вам вредит в такой позиции. И если мы говорим о том, что имеет место вред вам, и имеет место вам вред, то получается, что мужчина вас не любит. А вы позволяете себе причинять вам этот самый вред. Опять. Что, как бы, не есть хорошо. И определяет именно то, что вы находитесь на позиции любовницы. Понимаете? То есть, вы позволяете мужчине так вот себя с собой вести. Если вы любите его, то подвольте ему быть счастливым. Если вам нужно что-то для себя в контексте этих отношений, то это другой вопрос. Если вам нужно что-то для себя, это уже другой вопрос. Но нужно быть честной. То есть, быть честной самой с собой, во-первых. Чтобы вы понимали, что именно вы хотите. Почему, и как, и какой ценой, и так далее. А то получается, что мужчину вы любите без ума, но себе вредите, себя принижаете, и в итоге тратите свою жизнь в пустую. Вот. Я не думаю, что это позиция человека, который любит себя, а значит, соответственно, может любить другого. Может быть, вы и нуждаетесь в этом мужчине так сильно и любите его за безумие. Именно потому, что в нем вы находите то, чего у вас нет без него. То есть, у вас есть определенная потребность. Вот об этом я и хотел бы, чтобы вы как следует подумали. Потому, что именно потребность, в самом взгляд, скорее всего и определяет вот эту вот вашу ситуацию. В любом случае, мужчина от своей жены не уйдет, если не уйдет скоро. Тем более, вы сами говорите, что вы знаете, что он не уйдет. Вот. Мужчина от своей жены не уйдет, а значит, в зависимости от вас, от вашей жизни, и вам решать. Либо вы будете тратить ее на человека, который никогда не будет полностью вам принадлежать. Либо вы все-таки проработаете свою зависимость и пойдете дальше, встречаете человека, который действительно вас оценит, который будет любить и для которого вы будете единственны. Этот вопрос, вопрос только вашего выбора. Вот как вы решите, так и будет. А психолог в данном случае, он вам может помочь. Только эту проблему решите, если вы ее сами хотите решать. Вот. На этом все. Надеюсь, что вам был полезен мой ответ. Надеюсь, что вы получили все необходимые информации на свой вопрос. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите мне в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Зажигаю вам в этом случае. Спасибо за субтитры Алексею Дуб's. Помогу мать егоja. . Продолжение следует...